Часть Ай. Глава 1. 21 августа 1823 года. Моя лодка придет из Сент-Луиса со дня на день, МС мягкий знак Е. Эшли, терпеливо, но настойчиво повторил француз, я охотно продам пушной компании скалистых гор все ее содержимое, но не могу распоряжаться тем, чего у меня нет. Уильям Генри Эшли грохнул жестяной кружкой о грубый дощатый столб. Хотя под аккуратно подстриженной седой бородкой играли желваки, они вряд ли сулили очередную вспышку. Эшли понимал, что сейчас ему противостоит самый презренный из врагов – ожидание. Француз с невероятным именем Кайова Браза не сводил глаз с собеседника и тревожился все больше. Визит Эшли в факторию – редкостная удача. Надежное знакомство с такой фигурой обеспечило бы его предприятию длительный успех. Эшли знали в Сент-Луисе как крупного дельца и политика, который мечтал расширить торговлю на Запад и имел для этого средства. Как называл их Эшли – чужие деньги. Шальные деньги. Способные пригодиться не в этой, так другой рисковой затее. Кайова сощурил глаза за толстыми линзами. Даже при слабом зрении он великолепно разбирался в человеческих лицах. Если позволите, МС мягкий знак Е. Эшли. Пока вы ждете мою лодку, могу предложить небольшое утешение. Эшли ничем не выказал заинтересованности, однако продолжать тираду тоже не спешил. Мне нужно выписать провиант из Сент-Луиса. Завтра мой курьер отправляется вниз по реке на Каноэ. Он может передать весточку вашим партнерам, ободрить их, прежде чем расползется слух о неудаче полковника Левенворта. Эшли перевел дух и обреченно отхлебнул кисловатого Эля. Выбора нет, от ожидания все равно не уйти. А совет француза не лишен мудрости. Инвесторов и вправду лучше успокоить прежде, чем молва о битве хлынет на улице Сент-Луиса. Кайова, почуяв готовность собеседника, немедленно выложил перед Эшли перо с чернильницей и бумагу и вновь наполнил Элем кружку. Он явно рад был откланяться. Не буду вас отвлекать, МС мягкий знак Е. Тусклый огонек сальной свечи горел в комнате Эшли глубоко за полночь. Вице-губернатор писал письмо. Форт Браза на реке Миссури. 21 августа 1823 года. Джеймсу Де. Перкенсу. Эсквайру. Фирма, Перкенес и сыновья. Сент-Луис. Уважаемый мистер Перкенес. К сожалению, я вынужден исполнить неприятную обязанность и изложить вам события последних двух недель, события, способные круто поменять, хотя и не нарушить. Наши планы, связанные с верхней Миссури. Как вам, вероятно, известно к этому часу, отряд нашей пушной компании был атакован индейцами племени Арикара после благополучной закупки у них 60 лошадей. Арикара напали без малейшего повода с нашей стороны, убили 16 человек, ранили около дюжины и угнали обратно коней, проданных, нам накануне. Нападение принудило меня отступить вниз по реке и безотлагательно обратиться за помощью к полковнику Левенворту и регулярной армии, поскольку Арикара своим нападением открыто попрали законное право граждан Соединенных Штатов беспрепятственно пересекать реку Миссури. Я также попросил о содействии наш собственный отряд, под командованием капитана Эндрю Генри, который подошел к нам из форта Юнион, подвергаясь немалому риску. К 9 августа мы имели против Арикара сводное войско из 700 человек, включавшие 200 солдат Левенворта, с двумя гаубицами. И 40 наемников пушной компании из Калистых гор. Мы также нашли союзников, пусть и временных, в лице 400 воинов племени Сиу, чья вражда с Арикара уходит корнями в исторические разногласия, природа которых мне неизвестна. Объединенных сил нам с лихвой хватило бы, чтобы выдержать бой, отомстить Арикара за предательство и вновь открыть Миссури для нашего дела. Крушением планов мы обязаны исключительно нерешительности полковника Левенворта. Обстоятельства этого бесславного похода я сообщу по возвращении в Сент-Луис, сейчас достаточно сказать, что неоднократные отказы полковника атаковать малочисленного врага позволили всему племени Арикара уйти из наших рук. В результате Миссури перекрыто. Между фортом Браза и поселениями племени Манданов укрепились три сотни арикарских воинов, намеренных пресекать любые наши попытки выйти к верховьям Миссури. Полковник Левенворд вернулся в гарнизон Форт-Аткинсон, где, несомненно, проведет зиму перед уютным камином, тщательно взвешивая возможности. Я не намерен его ждать. Наше предприятие, как вам известно, не может терпеть задержку в восемь месяцев. Эшли перечитал написанное. Тон вышел слишком жестким. Письмо дышало гневом, однако не передавало главного, бодрого настроя, нерушимой веры Эшли в собственные силы, в способность добиться успеха. Бог привел его в сад неиссякаемых щедрот, в благословенный край, где счастье ждет любого, кому хватит мужества его добиться. Собственных недостатков Эшли не скрывал, он воспринимал их как помеху, которую надлежало одолевать умелым сочетанием достоинств. Он знал, что неудачи неминуемы, но не собирался мириться с поражением. Нынешний удар судьбы нужно обратить себе на пользу. Пока конкуренты дремлют, мы должны действовать. Поскольку Миссури перекрыто, я решил послать на запад две группы другим путем. Капитана Генри я отправил по реке Грант, подойти как можно ближе к верховьям и вернуться в Форт-Юнион. Вторая группа под руководством Джедеда и Смита двинется вверх по реке Платти и выйдет к водам Большого бассейна. Вы, несомненно, не меньше моего огорчены задержкой. Мы потеряли время, тем решительнее предстоит действовать. Я велел Генри и Смиту не возвращаться весной в Сент-Луис. Мы выйдем к ним сами, в условленном месте заберем добытую пушнину и пополним их припасы. Таким образом мы сэкономим четыре месяца и хотя бы частично наверстаем время. Пока мест же я предлагаю набрать в Сент-Луисе новый отряд трапперов и весной отправить его за добычей. Командовать буду я сам. Свечной агарок зашипел, рассыпав кругом клочья черного дыма. Эшли, очнувшись, поднял голову, час поздний, усталость давала себя знать. Окунув перо в чернила, он решительно и спешно застрочил по бумаге, заканчивая письмо. Прошу как можно скорее передать нашим партнерам, в самых решительных выражениях, что я совершенно уверен в успехе задуманного. Провидение открыло нам путь к несеслимым богатствам, нам остается лишь явить все свое мужество и взять то, что нам причитается. Ваш преданный слуга. Уильям, город Эшли. Двумя днями позже, 16 августа 1823 года, из Сент-Луиса прибыла лодка Каевы-Браза. В тот же день Уильям Эшли, снабдив людей необходимыми припасами, отправил свой отряд на запад. Ближайшую встречу назначили на лето 1824 года, место договорились определить через курьеров. Уильям Генри Эшли вряд ли понимал, что изобрел схему, которая станет символом целой эпохи. Глава 2. 23 августа 1823 года. 11 человек сгрудились в лагере, не зажигая костра. Крутой берег реки Грант давал сносное прибежище, зато дальше простиралась равнина, не сулящая никакой защиты. Разведи огонь, и тебя увидят за много миль. А для трапперов, не желающих нарваться на очередную вылазку индейцев, скрытность была главнее всего. До темноты оставался час, охотники занимались кто чем. Чистили винтовки, латали макосины, ужинали. Парнишка, рухнувший на землю в первую же минуту привала, спал в потрепанной одежде в стороне, раскинув длинные руки и ноги. Охотники, разделившись на кучки по трое-четверо, сидели на корточках под кромкой берегового обрыва, жались спинами к камням или кустам в поисках призрачной защиты. Обычный для лагеря гомон успел слегка притихнуть после боя на Миссури, а потом и вовсе умолк после второго налета индейцев три ночи назад. Переговаривались редко и безрадостно, приглушенными голосами, помятуя о погибших товарищах, чьи тела остались позади, и о тащихся впереди опасностях. Как думаешь, Хью, сильно он мучился? Три дня из головы не идет. Неужели мучился? Хью глаз глянул на говорившего Уильяма Андерсона и, помолчав, ответил. Да нет, вряд ли. Он ведь старший. Из всех братьев старший. Уезжаем мы из Кентукки, а наши-то ему твердят, чтоб за мной приглядывал. Чтоб он, понимаешь, за мной. А мне ни слова не сказали. Никому и в голову не пришло. Уилл, ты для брата сделал, что мог. Горько, но правда. Когда в него угодило ядро, он уже не дышал. Надо было тогда и схоронить. Раздался из прибрежной тени новый голос. А не таскать за собой лишних два дня. Говоривший привстал на корточках. В густеющей тьме лица было не разглядеть, лишь темная борода да белый шрам в форме рыболовного крючка, выгнутый книзу от угла губ. Шрам не зарастал щетиной, и оттого лицо казалось застывшим в вечной ухмылке. Бородач водил ножом по точильному камню, медленно искрежет вторил словам. Заткнись, Фицджеральд. Иначе вырву тебе язык, клянусь могилой брата. Могилы? Там есть что назвать могилы. Сидящие поблизости встрепенулись. Таких издевок никто не ожидал, даже от Фицджеральда. Бородач почуял внимание публики и приободрился. Груда камешков, всего-то навсего. Думаешь, он там лежит и гниет? Лично я сильно сомневаюсь, Фицджеральд на миг умолк, взвешивая слова. В воздухе разносился только скрежет ножа по бруску, может, конечно, камни кого и отпугнут. Да только я скажу, койоты уже тащат куски его тела по всей. Андерсон бросился на Фицджеральда, тот, вскакивая, занес ногу и встретил противника ударом в пах. Андерсона согнуло вдвое, будто кто-то дернул за невидимую веревку и притянул голову к ногам. Бородач двинул его коленом в лицо, и тот беспомощно рухнул спиной на землю. Фицджеральд, двигаясь на удивление легко для своего роста, метнулся вперед, надавил коленом на грудь задыхающегося, окровавленного противника и приставил наточенный нож к его горлу. Хочешь к братцу? Нож впился в кожу, по шее поползла тонкая струйка крови. Фицджеральд, окликнул его глаз ровным, властным голосом, прекрати. Бородач, готовый ответить глазу вызовом, поднял взгляд, и с удовольствием увидел, что их обступила вся компания. Свидетели унижения Андерсона. Значит, лучше не портить дело и оставить нынешнюю победу за собой. А с глазом можно разобраться и позже. Фицджеральд отвел лезвие и сунул клинок в поясные ножны с бусинами. Не начинай дел, который не способен закончить, Андерсон. В следующий раз я их закончу за тебя. Капитан Эндрю Генри, протолкавшись сквозь круг зрителей, схватил Фицджеральда за шиворот и с размаху откинул назад, шлепнув спиной о береговые камни. Еще одна драка, Фицджеральд, и ты идешь на все четыре стороны. Генри кивнул за лаги, на дальний горизонт, если некуда девать силы, можешь охотиться в одиночку. Капитан оглядел остальных. Завтра переход в сорок миль, напомнил он, не спать сейчас, только терять драгоценное время. Кто сторожит первым? Никто не вызвался. Генри глянул на спящего парня, того не разбудила даже драка. Капитан решительно шагнул к простертому на земле телу. Вставай, Бриджер, велел он. Парнишка вскочил, очумелый спросонья, и тут же схватился за ружье, старые ржавые, выданные ему в счет будущего заработка вместе с пожелтелым рогом для пороха и горстью кремней. Станешь в сотни ярдов ниже по течению, где-нибудь на пригорке. Хряк, то же самое вверх по реке. Фицджеральд, Андерсон, пойдете во вторую вахту. Фицджеральд, стоявший в карауле прошлой ночью, чуть было не полез возражать, однако передумал и отошел к краю лагеря. Парень, все еще одурелый сосна, неуверенно зашагал по прибрежным камням и вскоре исчез в осенечерной тьме, спустившейся на лагерь. Хряком в отряде звали Финеуса Гилмора, вечно грязного верзилу, выросшего на нищей ферме в Кентукки. Прозвище говорило само за себя. Воняло от хряка немыслимо. Рядом с ним любой начинал озираться в поисках источника смрада, настолько нечеловеческой казалась вонь. Даже трапперы, сами не очень-то пристрастные к чистоте, старались держать хряка с подветренной стороны. Хряк тяжело поднялся на ноги, перекинул через плечо винтовку и побрел вверх по реке. Не прошло и часа, как угасли последние отблески дневного света. При виде озабоченного капитана Генри, пробирающегося между телами после обхода часовых, до Гласса вдруг дошло, что во всем лагере только они двое и не спят. Капитан, опершись на винтовку, опустился на землю рядом с Глассом, дать отдых если не тревожной душе, то хотя бы усталым ногам. Завтра отправлю тебя на разведку с черным Харрисом. Гласс, начавший было засыпать, вскинул глаза на капитана. Ближе к вечеру, пояснил тот, надо бы найти какую-никакую дичь, рискнем развести огонь. Изрядно мы отстали, Хью, добавил он тише. Капитан Генри явно был настроен поговорить, и Гласс потянулся за винтовкой. Поспать не удастся, значит, самое время заняться оружием. При сегодняшней переправе винтовку зацепило волной, он как раз ждал случая смазать замок. К началу декабря совсем похолодает, продолжал капитан, неделю-другую придется заготавливать мясо. Если к октябрю не дойдем до Йеллоустона, на осеннюю охоту нечего и надеяться. Как ни угнетали капитана скрытые сомнения, осанка его оставалась по-прежнему уверенной. Кожаная бахрома куртки подчеркивала широко развернутые плечи и мощную грудь, наследие прежней профессии, некогда Генри был шахтером в Сент-Дженевьевском округе штата Миссури. Узкие бедра перехватывал толстый ремень с парой пистолетов и большим ножом. Штаны, до колена кожаные, ниже колена шерстяные, выдавали в нем опытного лесного охотника. Кожа служила отличной защитой, но при переправе на мокало и становилась тяжелой, шерсть же быстро сохла и даже влажное хранило тепло. Отряд ему достался пестрый, зато хотя бы льстило обращение, капитан. Звание, конечно, было ненастоящим. Отряд трапперов – не военная единица, чинов здесь не водилось. И все же Генри единственный из всех исходил вдоль и поперек тройную развилку, а в здешних местах опыт ценили превыше всего. Капитан помолчал, дожидаясь ответа Гласса. Тот поднял глаза от винтовки, всего на миг. Он как раз отвинтил гнутую защитную пластину над парой спусковых крючков и, прежде чем взглянуть на Генри, покрепче зажал в ладони оба винта, чтобы не уронить в темноте. Взгляда оказалось достаточно, и Генри продолжил. Я тебе рассказывал о Друэре. Нет, капитан. Знаешь, кто это? Жорж Друэре с той самой экспедиции? Генри кивнул. Да, он ходил с Льюисом и Кларком. Одни из лучших во всем отряде. Разведчик. Охотник. В 1809-м пришел в группу, которую я вел, то есть он-то сам и вел. Из сотенного отряда бывали у тройной развилки только он до колтя. Бобры там кишат, что твои москиты, даже селки не нужны. Лупишь палкой, и готово. Да только с черноногими не задалось. Пары недель не прошло, как пятерых наших убили. Тут уж не до вылазок, пришлось укрепиться лагерем. Друэр с нами неделю помыкался и говорит. Хватит, мол. На завтра ушел. А через неделю вернулся с двумя десятками шкур. Глаз внимал не отрываясь. В Сент-Луисе про Друэра знали все, но историю из первых уст глаз слышал впервые. И второй раз тоже. Уходит, и возвращается с мешком шкур. А как в третий раз собрался, тут и говорит. Третья попытка, мол, счастливая. Уехал, а через полчаса, два выстрела. Его винтовка и его же пистолет. Второй пулей, видно, убил лошадь, чтоб позади нее залечь. Так мы его и нашли, рядом с лошадью, а между ними два десятка стрел. Черноногие такой знак оставили, чтоб мы знали. И голову ему отрезали, не церемонились. Капитан вновь примолк, не сводя Глаз с палки, который водил по земле. Забыть его не могу, добавил он. Глаз собрался было сказать что-нибудь утешительное, но Капитан опередил. Как думаешь, долго еще эта река течет к западу? Глаз напряженно вгляделся в темноту, пытаясь поймать взгляд Генри. Наверстаем. Капитан. Пока двинемся вдоль Гранд. Все же знают, что Йеллоустаун на северо-западе. На деле Глаз уже давно засомневался в Капитане, неудачи льнули к тому и пропитывали насквозь, как запах походных костров. Ты прав, кивнул Капитан и повторил, будто убеждая сам себя, конечно, прав. Как не беспорядочен был опыт Капитана Гены, скалистые горы он знал лучше любого из смятных. Глаз же, исходивший немало равнин, в верховье Миссури еще не поднимался. Однако уверенный голос Глаз сопредавал Капитану изрядно сил. Говорили, будто Глаз в юности служил матросом. Даже побывал в пиратском плену у Жана Лафита и много лет странствовал по морям. Может, из-за той привычки к простору так манили его теперь бескрайние равнины между Сент-Луисом и скалистыми горами. Счастье, если черноногие не вырезали весь Форт-Юнион. Я там оставил не самых лучших. Генри привычно пустился обсуждать текущие заботы, одну за другой в ночной тишине. Глаз знал, что Капитану нужен лишь внимательный слушатель. Редкого взгляда или кивка будет достаточно, можно заняться оружием. На винтовку Глаз в свое время денег не пожалел, хотя прочих дорогих вещей у него не водилось, и сейчас, под речи капитана, смазывал спусковой механизм с той же нежностью, какую другие приберегают для жены или детей. Винтовка Анштадта, так называемая кентукская кремневая, была сделана, как и любое хорошее оружие того времени, немецкими оружейниками в Пенсильвании. У основания восьмигранного ствола красовалось имя производителя и место изготовления. Якоб Анштадт, Кутстаун, Пенсильвания. В отличие от традиционных кентукских винтовок с длинными, вплоть до 50-дюймовых, стволами у этой ствол был всего 36 дюймов. Глаз такую выбирал специально. Чем короче, тем легче, да и в седле с ней управляться удобнее. А мастерски сделанная винтовая нарезка и курок, срабатывающие от слабого нажатия, делали выстрел убийственно точным даже при недлинном стволе. С полным зарядом в 200 грант дымного пороха пуля калибра, 53 летела из такой винтовки чуть не на 200 ярдов. За годы странствий по западным равнинам Глаз не раз убеждался, что хорошая винтовка часто решает выбор между жизнью и смертью, и надежное оружие было у трапперов не в диковину. От ружей товарищей его винтовку отличала не столько добротность, сколько изысканная красота, из-за которой другие частенько просили подержать винтовку в руках. Твердое ореховое ложе, несмотря на тонкий изящный изгиб у шейки, надежно сглаживало отдачу от выстрела. Приклад, с одной стороны выдвижная панель, с другой – резная пластина. Был плавно выточен по форме плеча, из-за чего ружье легко ложилось в руки и казалось продолжением тела. Под темно-коричневой, почти черной тонировкой фактура дерева была почти незаметна, и только вблизи внимательному глазу открывались тонкие нити волокон там, где лак истончился от частых прикосновений. В довершении эффекта все металлические части, обычно медные, здесь были серебряными. Обивка приклада, отделка выдвижной панели, защитный обод вокруг спусковых крючков и сами крючки. И никаких бесполезных заклепок на ложе, сделанных ради пустого украшения. Глаз никогда не понимал, какую красоту находят в них другие, и не стал бы портить ими собственное оружие. Дочистив винтовку и удовлетворенно кивнув, Глаз вернул на место пластину, ограждающую спусковые крючки, и закрепил ее винтами. Потом насыпал свежего пороха на полку, теперь оружие готово к выстрелу. Глаз вдруг заметил, что вокруг стоит тишина. Капитан давно смолк и теперь спал, распростершись на земле в середине лагеря, тело его чуть подрагивало во сне. По другую сторону от Глаза, ближе к краю огороженного пространства, лежал Андерсон, привалившийся спиной к принесенному рекой пню. Кроме успокаивающего плеска волн, вокруг не слышалось ни звука. Выстрел грянул внезапно, кремневое ружье громыхнуло ниже по течению, где стоял на часах тот юнец, Джим Бриджа. Сонные охотники в тревоге вскочили, беспорядочно пытаясь со сна найти кто оружие, кто укрытие. От реки к лагерю приближалась темная фигура. Андерсон, стоя рядом с Глазом, одним движением взвел курок и поднял ружье к плечу, Глаз вскинул свою кентукскую винтовку. Стремительная фигура обозначилась четче, всего в полусотне ярдов от лагеря. Андерсон, прицелившись, на миг замер, и в ту же секунду Глаз толкнул его под руку винтовкой. Выстрел пришелся в небо. При звуке выстрела фигура остановилась, и трапперы разглядели широко раскрытые глаза и вздымающуюся грудь Бриджера. Я. Мне. Я только и выговорил он, заикаясь от страха. Что стряслось, Бриджер, крикнул капитан, вглядываясь в темноту за спиной парня. Трапперы уже выстроились в защитный полукруг спиной к крутому берегу. Курки взведены, колено уперто в землю для надежности выстрела. Виноват, капитан. Я не хотел стрелять. В кустах зашелестело. Я вскочил. Наверное, курок соскользнул. Оно само выстрелило. Заснул. Не иначе. Фицджеральд вернул курок в прежнее положение и поднялся с колена. Теперь все индейцы на пять миль вокруг знают, где нас искать. Бриджер дернулся было заговорить, но от стыда и раскаяния слова застряли в горле, он так и замер с открытым ртом, в ужасе глядя на окруживших его охотников. Глаз шагнул вперед и потянул гладкоствол из рук Бриджера. Взведя курок, он нажал на спуск и большим пальцем перехватил кремень раньше, чем тот успел ударить по кресалу. Повторив трюк еще раз, он обернулся к Генри. Это не оружие, капитан. Дай ему нормальную винтовку, меньше будет случайностей в карауле. Кое-кто из траперов согласно кивнул. Капитан перевел взгляд с глаз сена Бриджера и распорядился. Андерсон, Фицджеральд, ваша очередь. Те повиновались и, как Велена, стали один выше по течению над лагерем, другой ниже. Правда, стражу можно было и не выставлять. В считанные часы, оставшиеся до рассвета, никто в отряде не сомкнул глаз. Глава 3. 24 августа 1823 года. Хью Глаз смотрел на мягкую землю, по которой ветвились глубокие расходящиеся следы, четкие, как буквы на белой бумаге. Следы двумя дорожками тянулись от реки, где олень пил воду, к прибрежному ивняку. Бобры когда-то прогрызли здесь тропу, и теперь все окрестное зверье ходило по ней на водопой, оставляя рядом со следами кучки помета. Глаз наклонился и тронул катышки величиной с горошину, еще теплые. Он взглянул на запад, где солнце еще висело высоко над плато, ограничивающим здешний горизонт. Закат еще не скоро, но капитану с отрядом идти сюда добрый час, а место для лагеря отличное. Река слегка изгибается вдоль длинного каменистого берега, тополя за ивняком дадут хворост для костра и заодно скроют огонь от чужих взглядов. Ивовые прутья пойдут на решетки для копчения, а уж торчащие среди ивняка сливовые деревья придутся как нельзя кстати. Сливы и часть мяса можно пустить на пеммикон. Глаз окинул взглядом реку. Куда, интересно, подевался черный харис? Среди привычных тягот, составляющих ежедневный быт траперов, добывание еды было первостепенной и нескончаемой заботой, в этом состояли разом и достоинства, и недостатки траперской жизни. С тех пор как отряд высадился из лодок на берегу Миссурии и двинулся пешком вверх по Гранд, запасы еды на себе не таскали. Кое у кого имелся чай или сахар, большинство же обходилось мешочком соли для заготовки мяса. Дичь здесь водилась в изобилии, питайся свежениной хоть каждый день. Однако охоты без стрельбы не бывает, а звук выстрела разносился на много миль. Траперов легко выследит любой, кто окажется в пределах слышимости. С тех самых пор, как отряд свернул прочь от Миссури, траперы держались одного пути, вдоль Гранд. Сложился даже привычный распорядок. Каждый день двое отправлялись в разведку впереди остальных, убедиться, что поблизости нет индейцев, найти место для лагеря и добыть еды. Каждые несколько дней подстреливали оленя или детеныша Бизона, потом готовили лагерь к ночному привалу, выпускали кровь из добытой туши, собирали дрова и разжигали два-три небольших костра в узких прямоугольных ямах. Меньше костер, меньше дыма, зато больше места для копчения, да и согреться проще. А возможный враг, увидев ночью несколько костров вместо одного, сочтет отряд крупным и поостережутся нападать. Затеплив костры, разведчики освежуют дичь. Отборные куски оставят для еды, остальное порежут на тонкие полоски, натрут солью и развесят над огнем на грубых решетках, сооруженных из римовых ветвей. Вяленое мясо, конечно, выйдет не таким, как в постоянном лагере, то могло бы храниться и месяцами. Но и здешних, наспех заготовленных припасов хватит на несколько дней, до следующей добычи. Глаз шагнул из ивняка на поляну, высматривая олени, тот не мог уйти далеко. На медвежат он наткнулся раньше, чем успел заметить медведицу. Два пушистых комка ковыляли в его сторону, пятимесячные, весеннего помета, весом в сотню фунтов каждый. Покусывая друг друга и взлаевая, как щенки за игрой, они комично катились прямо к нему, и Глаз, от неожиданности застыв на месте, не подумал глянуть в дальний конец поляны, не успел даже сообразить, что медвежата не бывают без присмотра. И вдруг до него дошло. Желудок куда-то ухнул мигом раньше, чем от края поляны донесся первый раскатистый рык. Медвежата тут же замерли в пяти шагах от Глаза, однако тому было не до них. Он не сводил Глаз с кустов за поляной. Даже по звукам было ясно, что медведица огромна. Трещали кусты, которые она сметала с пути, как траву, да и сам рык, густой и низкий, как громовой раскат или гул от падающего дерева, мог исходить только от массивной туши. Рык грянул громче. Медведица выбралась на поляну, черные глаза уставились на Глаза. Стоя на четвереньках и склонив голову, она принюхалась к чужому запаху. Глаз разглядел и сильное тело, сжатое, как пружина, и готовые к броску, и мускулистые передние лапы, переходящие в мощные плечи, и серебристый загривок. Гризли. Глаз лихорадочно пытался сообразить, что делать. Инстинкт толкал бежать назад через ивняк и дальше к реке. Если нырнуть поглубже, течение вынесет в безопасное место. Однако медведица слишком близко, едва ли в сотне футов. Взобраться на дерево и застрелить зверя с высоты. Взгляд Глаза заметался по поляне. Ничего подходящего, деревья только за спиной у зверя, а ивняк не спасет. Выход один – стрелять с места. Остановить гризли пули из кентукской винтовки. Медведица бросилась вперед, яростно рыча на чужака, посмевшего приблизиться к детенышам. Глаз вновь чуть не дернулся бежать, хотя и понимал тщетность попытки. Медведица уже стремительно летела через поляну. Он взвел курок и прицелился, невольно девясь гибкости движений необъятной туши. Очередной инстинкт толкал его стрелять немедленно, однако Глаз уже знал, что медведям бывали нипочем даже полдесятка пуль. А выстрел у него только один. Медведица неслась прыжками, в голову не прицелишься. За десять шагов от врага она поднялась на задние лапы и теперь, с высоты в полтора человеческих роста, широко замахнулась, готовая разорвать врага ударом когтей. Глаз прицелился прямо в сердце и спустил курок. Огниво выбило искру, вспыхнул порох, воздух заволокло едким дымом. Пуля ударила в грудь, однако зверь словно не заметил. Глаз бросил винтовку, теперь уже бесполезную, и вытянул нож из поясных ножен, однако медведица занесла мощную лапу, и грозные шестидюймовые когти пропороли ему руку, плечо и шею. Удар опрокинул Глаз санавзничь, нож выскользнул из руки. Глаз, в отчаянии скребя ногами по земле, пытался хотя бы отползти к ковняку, однако зверь уже опустился на все четыре лапы и навис сверху. Глаз согнулся, пытаясь защитить лицо и грудь. Медведица схватила его зубами сзади за шею, подняла в воздух и встряхнула так, что едва выдержал позвоночник. Затрещала лопатка, по спине и затылку проехались когти. Глаз взвыл от боли. Медведица, отпустив его шею, тут же впилась зубами в бедро, встряхнула жертву, вновь подняла в воздух и швырнула на земь так резко, что глаз, не способный шевельнуться, остался лежать, в сознании, но совершенно обессиленный. Лежа на спине, он смотрел вверх на медведицу, стоящую над ним на задних лапах. Страх и боль отступили, нахлынуло жутковатое восхищение мощной животной силой. Медведица издала рык, который отозвался в ушах глаз со далеким эхом. Глаз сопридавило к земле, влажный запах шкуры перекрыл все чувства. Мысли заметались, в памяти почему-то всплыл желтый пес, облизывающий лицо мальчика на деревянном крыльце. Залитое солнцем небо почернело, свет помяг. Черный Харрис услыхал выстрел из-за речной излучины. Понадеетившись, что глазу удалось добыть оленя, он двинулся вперед скорым, но неслышным шагом. Ружейный выстрел мог значить что угодно. При звуке медвежьего рева Харрис перешел на бег, и тут раздался крик глазу. У ивняка Харрис увидел следы, и глазца, и оленя. Склонившись к прогрызенной бобрами тропе, он прислушался, однако уловил только дальний плеск реки. Харрис перехватил у бедра винтовку, большой палец рядом с курком, указательный у спускового крючка, и глянул на пояс, проверяя готовность пистолета. Затем, осторожно ступая макосинами по тропе, он шагнул в ивняк. Среди тишины раздалось рычание медвежат. На краю поляны черный Харрис замер, пытаясь понять открывшуюся картину. Огромная медведица гризли распростерта на земле животом вниз. Глаза открыты, но жизни в них нет. Один медвежонок, поднявшись на задние лапы, тычется в нее носом, безуспешно пытаясь расшевелить. Другой что-то грызет. Человеческую руку. Глаз. Харрис, вскинув винтовку, выстрелил в ближнего детеныша, тот упал безвольным комком. Второй медвежонок заковылял прочь. Харрис, прежде чем шагнуть вперед, принялся перезаряжать ружье. Капитан Генри при звуке второго выстрела поспешил вверх по реке вместе с отрядом. Первому выстрелу он не удивился. Глаз с Харрисом накануне говорили, что пора бы добыть мясо, и выстрел мог означать, что охота оказалась удачной. Два выстрела подряд тоже капитана не удивили бы. Может, на охотников выбежали сразу два зверя, а может, первый из стрелков промахнулся. Однако два выстрела с разницей в несколько минут могли означать что угодно. Капитан надеялся, что охотники просто далеко разошлись. Или, может, первый загонял добычу в сторону второго. Или им повезло наткнуться на стадо бизонов. Те порой не разбегались от выстрела, так что охотник успевал перезарядить винтовку и убить второе животное. «Держись ближе, ребята», — скомандовал капитан, — «и проверить оружие». За последние сто шагов Бриджер уже в третий раз оглядывал новую винтовку, выданную ему Уиллом Андерсоном. Брату она уже без надобности, только и сказал тогда бывалый траппер. Стоя на поляне, черный Харрис глянул на медведицу, из-под которой виднелась только рука Гласса, огляделся, отложил ружье и изо всех сил потянул Гризли за переднюю лапу, пытаясь сдвинуть тушу. Мало-помалу открылась голова Гласса, окровавленный ком волос и плоти. Ужаснувшись, Харрис принялся освобождать тело дальше, почти не надеясь на благополучный исход. Подступив к медведице с другой стороны, он взобрался на нее сверху, схватил переднюю лапу и принялся тянуть на себя, упираясь коленями в тушу. Одна попытка, другая, и, наконец, верхнюю половину туши удалось откинуть в сторону. Медведица теперь лежала брюхом вниз, но грудью вверх. Оставалось перевернуть нижнюю часть, и Харрис, схватившись за заднюю лапу, вновь потянул Гризли в сторону. Наконец туша откинулась назад. На груди медведицы темнело пятно, кровь из раны, оставленной пулей Гласса. Черный Харрис склонился над товарищем, толком не зная, что предпринять. Раны были ему не в диковину. Из троих соратников он когда-то вытаскивал стрелы и пули, дважды получал пулю сам. Однако таких катастрофических увечий, тем более свежих, он еще не видел. Тело Гласса было разодрано с головы до ног. Кожа стемени оторвана почти целиком, как скальп, и болтается сбоку, лицо разодрано в клочья. Хуже всего пришлось горлу. Медвежьи когти тремя глубокими порезами проехались от плеча через всю шею, содрав кожу и мышцы с глотки и перерезав трахею. Еще дюйм, и Гласса рассекло бы шейную вену. Среди крови, сочащейся из раны, вздулся пузырь воздуха, первый увиденный Харрисом знак того, что глаз еще жив. Харрис осторожно перевернул товарища на бок и оглядел спину. От хлопковой рубахи ничего не осталось, на шее и плече зияли кровавые раны, правая рука неестественно висела, штаны на задней части бедра пропитались кровью. От лопаток до пояса шли глубокие параллельные борозды, напомнившие Харрису о следах когтей на стволах деревьев, так медведи метят территорию. Только в этот раз борозды шли не по дереву, а по человеческому телу. Харрис даже не знал, с чего начать, и едва не радовался тому, что рана на горле явно смертельна. Он оттащил Гласса в тень и уложил спиной на траву. Не обращая внимания на кровавую пену у горла, он сосредоточился на содранном с головы лоскуте. Негоже оставлять Гласса без скальпа. Водой из фляги Харрис попытался смыть грязь и принялся укладывать кожу на место. Лоскут почти оторвался от черепа, приставить его, что надеть шляпу на лысого. Харрис натянул кожу на кость, прижал посильнее колбу и заправил за ухо. Пришить можно позже, если глаз доживет. Затрещали кусты, и Харрис выхватил пистолет. На поляну вышел капитан Генри, за ним показались остальные трапперы, хмуро переводящие глаза с Гласса на гризли из Харриса на убитого медвежонка. Капитан оглядел поляну, словно сверяя увиденное с опытом прежней жизни, и тряхнул головой, пытаясь сфокусировать внезапно помутившийся взгляд. Умер. Пока жив. Тело, в клочья, трахея разодрана. Медведицу кто убил, он. Харрис кивнул. Лежала поверх него. С пулей в сердце. Пуля-то запоздала, подал голос Фицджеральд. Капитан опустился на колени рядом с Глассом и ощупал грязными пальцами рану на горле, где с каждым вздохом выступала кровавая пена. Дыхание становилось все натужнее, в груди нарастал хрип. Кто-нибудь, дайте чистый лоскут и принесите воды. И виски, на случай, если очнется. Бриджер, порывшись в сумке, достал шерстяную рубаху и протянул капитану. Вот, возьмите. Капитан помедлил, не решаясь забирать у парня целую рубашку, однако ждать было некогда. Он взялся за подол и принялся рвать грубую ткань на полосы. Потом плеснул на горло глаз у воды из фляги, кровь смыла, однако тут же выступила новая. Глаз закашлялся, веки дрогнули, и раненый открыл глаза. В первый миг он решил, что тонет. Тело вновь сотрис кашель, организм пытался очистить от крови легкие и горло. Капитан перевернул глаз сонобок, выдох другой, и раненого затошнило, а потом и вырвало. Горло обожгла мучительная боль, и глаз инстинктивно потянулся к шее. Правая рука не повиновалась, зато левой удалось нащупать зияющую рану. Глаза его от ужаса расширились. Он взглянул на товарищей, пытаясь найти поддержку, однако увидел лишь подтверждение своим страхом. Заговорить не получилось. Из горла вырвался надрывный стон. Приподняться на локтях тоже не вышло. Капитан пригвоздил его к земле и плеснул виски из фляги прямо на горло. Жгучая рейс затмила все чувства, глаз дернулся всем телом и вновь потерял сознание. Надо его перевязать, пока не пришел в себя. Бриджер, давай еще лоскутов. Парень принялся отрывать полосы от рубахи, остальные молча смотрели, замерив рядом с телом, как носильщики у гроба. Не стойте, отдернул их капитан, Харрис, на разведку. Пройди кругом, оглядись. Не привлекли ли кого выстрелы? Кто-нибудь, разожгите костер, да возьмите дров по суше. Дым сейчас ни к чему. И разделайте медведицу. Трапперы разошлись, и капитан обернулся к Глассу. Взяв от Бриджера полосу ткани, он просунул конец под затылок и принялся бинтовать Глассу шею. Поверх первого бинта легли второй и третий, как можно туже. Кровь тут же пропитывала повязку насквозь. Следующим лоскутом капитан забинтовал Глассу голову, пытаясь хоть как-то зафиксировать почти оторванный скальп. Головные раны тоже нещадно кровоточили, так что кровь заливала раненому глаза. Капитан промокнул ему лицо очередным куском ткани, смоченным водой, и отправил Бриджера к реке наполнить флягу. Когда парень вернулся, они вдвоем с капитаном вновь перекатили Глассу на бок. Пока Бриджер придерживал голову, капитан Генри оглядел спину и промыл водой раны, оставленные медвежьими клыками. Несмотря на глубину, кровоточили они мало, зато пять параллельных борозд, следы от когтей, распоровших кожу и мышцы, были забиты землей и сочились кровью. От воды кровотечение только усилилось, и капитан решил оставить раны без промывания. Он оторвал два длинных лоскута от рубахи, обернул вокруг тела Гласса и туго стянул. Не помогло. Кровь продолжала идти. Раны слишком глубокие, задумчиво бросил капитан, надо зашить, иначе умрет от потери крови. А горло? Тоже зашить. Правда, там сплошное месиво, неизвестно с чего начинать. Генри вытащил из сумки черные суровые нитки и толстую иглу, с неожиданной для грубых пальцев сноровкой вдел нить в ушко и затянул узел. Бриджер, сведя края самой глубокой раны, широко раскрытыми глазами следил, как Генри вонзил иглу в кожу Гласса, скрепил середину раны четырьмя стежками и завязал концы нити. Потом проделал тоже со второй бороздой. Как и первую, он не пытался зашить ее целиком, лишь редкими стежками свел края в середине раны, так что кровь слегка притихла. Три остальные борозды, помельче, он решил не трогать. А теперь займемся шеей. Гласса перевернули на спину. Несмотря на тугую повязку, в горле по-прежнему сипело и клокотало, из-под разорванной кожи виднелись ярко-белые хрящи, дыхательное горло и пищевод. По пузырям, вздувающимся на горле, капитан знал, что трахея разорвана, однако не представлял, как поправить дело. Он приставил ладонь к рту Гласса, пытаясь уловить дыхание. Что будете делать, капитан? Генри завязал очередной узел на нитке, вдетой в иглу. Ртом он тоже дышит. Значит, надо зашить кожу на горле. И надеяться, что остальное само заживет. Цепляя кожу через каждый дюйм, Генри закрыл рану на горле. Бриджер тем временем расчистил место под ивами и развернул подстилку Гласса. Вместе с капитаном они перенесли раненого и уложили как можно бережнее. Капитан, взяв винтовку, повернул прочь от поляны и зашагал через ивняк к берегу. У самой воды он отложил ружье, снял куртку и принялся отмывать руки, покрытые слоем липкой крови. Там, где корка присохла к коже, руки приходилось оттирать речным песком, но даже песок не всегда помогал. В конце концов капитан оставил попытки и, набрав пригоршню воды, прижал ладони к лицу. Вот и еще один, мелькнула мысль. Когда от случайностей походной жизни погибали неопытные новички, удивляться не приходилось. Гибель же опытных путешественников не давала капитану покоя. Как и Друяр, Гласс прожил на Дальнем Западе не один год и был для всех опорой. Одно его молчаливое присутствие придавало сил остальным. А теперь его часы сочтены, до утра ему не дожить. А ведь только вчера капитан рассказывал ему о Друере. В 1809 гибель Друера стала началом конца. Отряд Генри оставил укрытие в долине Тройной Развилки и спешно отошел к югу. Черноногих там можно было не опасаться, зато сами скалистые горы не давали пришельцам пощады. После лютых морозов – голод, потом грабительские налеты индейцев Кроу. Когда отряд сошел с гор в 1811-м, будущее пушной торговли оставалось туманным. Сейчас, спустя больше десяти лет, Генри во главе отряда трапперов вновь охотился за сокровищем скалистых гор, упорно нежелающим даваться в руки. Через неделю после выхода из Сент-Луиса он потерял лодку с товаром на 10 тысяч долларов. У водопадов на Миссуре двоих из отряда убили черноногие. Потом, усиление Рикаро, когда Генри поспешил на выручку вице-губернатору Эшли, он стал свидетелем позора полковника Левенворта и видел, как Рикаро перекрывают путь к верховьям Миссуре. За неделю пешего пути вверх по грант троих его людей убили манданы, обычно миролюбивое племя, налетевшие на отряд по ошибке. А теперь глаз, лучший из его людей, лежит смертельно раненый после стычки с медведицей. За что такое проклятие, за какие грехи? Бриджер, укрыв глаза одеялом, обернулся к медведице. Четверо трапперов уже разделывали тушу. Лучшие куски – печень, сердце, язык, паховину, ребра – отложили для еды, остальное мясо нарежут полосами и натрут солью. Подойдя к мощной медвежьей лапе, Бриджер вытащил нож и под хмурым взглядом Фицджеральда, занятого разделкой туши, принялся отрезать самый крупный, устрашающих размеров коготь, 6 дюймов длиной, вдвое толще большого пальца. На остром, как бритва, конце застыла кровь Гласса. Коготь вздумал заполучить. С чего бы? Не себе, Фицджеральд, парень подошел к Глассу и положил коготь в его сумку. Пир в тот вечер затянулся надолго. Трапперам не часто доставалось столько жирного питательного мяса. Все знали, что следующей дичи им не видать несколько дней, и старались наесться впрок. Капитан Генри выставил двухчасовых. Хоть поляну и ограждали деревья, костры могли выдать их врагу. Трапперы по большей части сидели у огня, поджаривая мясо на ивовых прутьях. Капитан с бритжером по очереди подходили к раненому. Дважды его застали с открытыми глазами, однако взгляд оставался тусклым и безжизненным, зрачки лишь отражали пламя костра, не выдавая ни малейшего проблеска мысли. Единственный глоток воды дался ему тяжело, тело свело болезненной судорогой. Огонь поддерживали щедро, чтобы мясу досталось побольше жара и дыма. Перед самым рассветом капитан Генри, в очередной раз подойдя к Глассу, застал его в беспамятстве. Дыхание стало тяжелее, из груди вырывался хрип, будто на каждый вздох раненый тратил все оставшиеся силы. Капитан, позвал черный Харрис, когда Генри вернулся к костру, набрести на медведя, не редкость, со всяким могло статься. Глассу просто не повезло. Генри только покачал головой. Про случайности он знал не понаслышке. Двое посидели в молчании, пока восточный горизонт не начал светлеть, предвещая зарю. Капитан потянулся за винтовкой и рогом для пороха. Вернусь к рассвету. Когда проснутся, вели двоим вырыть могилу. Придя через час, капитан застал едва начатую яму, которую, судя по виду, заканчивать и не собирались. Он взглянул на Харриса. Почему не копаем? Да как сказать, капитан. Не помер он еще. А при нем рыть могилу, рука не поднимается. Смерть и Хью Гласса ждали до полудня. Бледный от потери крови, в сознание он так и не приходил. Дыхание, хоть и по-прежнему тяжкое, упорно не прекращалось. Капитан Генри, меривший шагами пространство от реки до поляны, отправил Харриса на разведку вверх по течению. К полудню тот вернулся. Индейцев он по пути не встретил, зато на звериных тропах по ту сторону реки видел людские и иконские следы, а в трех милях выше по течению нашел оставленный лагерь. Ждать дальше было нельзя. Капитан велел двоим срубить молодые деревца и соорудить носилки. Не лучше ли сделать повозку, капитан? Запрячь мула, пусть тащат. Почва не та, тянуть повозку вдоль реки. Может тогда отойти от берега? Делайте носилки, черт вас подери, отмахнулся капитан. Отходить от реки, единственного ориентира в незнакомых краях, он не собирался. Глава 4. 28 августа 1823 года. Трапперы, один за другим добираясь до препятствия, замирали на месте. Река Грант здесь встречала на пути крутой песчаниковый уступ, завихривалась в глубокий омут и затем разливалась широким потоком, уходящим к противоположному берегу. Последними у стены появились бриджеры и хряк с носилками. Нашу поставили на землю, и задыхающийся хряк в темной от пота рубахе тяжело плюхнулся рядом. Всякому, кто взглядывал вверх на стену, было ясно, что выходов только два. Один, карабкаться по крутому склону. Тяжело, но выполнимо, если упираться ногами и подтягиваться на руках. Два часа назад так шел здесь черный Харрис, сохранились его следы, рядом торчала сломанная ветка там, где он, вылезая, ухватился за куст. Однако носилки так не поднять, да и мулу не пройти. Второй выход – переправиться через реку. Пологий берег манил простором, однако путь к нему преграждал омут в пять футов глубиной и стремительное течение. Дальше, судя по рябе, начиналась отмель, тянущаяся до противоположного берега. Через омут можно перейти вброд, держа оружие и порох над головой, а если течение собьет с ног, несколько ярдов доплывешь без труда. Затащить мула в реку тоже нетрудно. Тот настолько любил воду, что даже заработал прозвище утка. По вечерам он стоял часами по брюху в воде, и именно поэтому уцелел при набеге манданов. Остальные животные паслись на лугу или спали. Мул же торчал посреди реки и успел надежно завязнуть в иле, так что увезти его на летчики не смогли, и даже потом трапперы вытаскивали его из воды чуть ли не всем отрядом. Сейчас, при переправе, помехой был не мул. Помехой был глаз. Перебираться через омут, держа над головой носилки – дело безнадежное. Капитан Генри, перебирая варианты, мысленно проклинал Черного Харриса, тому лишь стоило оставить знак, и отряд переправился бы раньше. Разделять отряд не хотелось даже ненадолго, однако вести всех назад было глупо. Фицджеральд, Андерсон, ваша очередь тащить носилки. Возвращайтесь к предыдущему месту переправы. Берна и я – с вами. Остальным – переправиться здесь и ждать. Фицджеральд метнул в капитана яростный взгляд и что-то пробормотал. Тебе есть что сказать, Фицджеральд? Я нанимался траппером, капитан. А не тягловой силой. Носилки тащат все по очереди, ты не исключение. А я молчать не стану. Все боятся, а я выскажу. Вы что, так и намерены тащить этот труп до Еллоустона? Я делаю для Гласса то, что сделал бы для тебя и для любого в отряде. Чего вам не миновать для нас делать, так это рыть могилы. Кругом индейцы, того и гляди наткнемся. Гласс тут не один, в отряде полно народу. Ты тут тоже не один, прервал его Андерсон, капитан, Фицджеральд, пусть за меня не говорит. С ним тут многие не согласны, я знаю. Подойдя к носилкам, Андерсон положил винтовку рядом с Глассом и покосился на Фицджеральда. Мне его что, по земле тащить? К тому времени отряд нес Гласса уже три дня. Береговой песок под ногами переходил в гальку, тополя сменялись высокими гибкими ивами. Приходилось-то карабкаться по склону там, где берега при обвале словно стесало топором, то пробираться через следы весеннего паводка, россыпи камней, спутанные ветви и даже целые стволы деревьев, выбеленные солнцем и отполированные волнами и песком. Когда препятствия слишком загромождали путь, отряд переправлялся на другой берег, и тогда намокшая одежда только прибавляла тяжести. Однако трапперы упорно двигались вперед, вверх по течению. Река – единственный надежный ориентир на равнине, и по ее берегам шел не только отряд капитана Генри. Трапперы то и дело натыкались на следы и недавнее кострище, Черный Харрис дважды видел небольшие группы индейских охотников, то ли Сиу, то ли Арикара, из-за дальности не разобрать. Опасаться стоило обоих племен. После сражения на Миссуре Арикара оставались врагами, да и Сиу, хоть и поддерживали белых в том бою, могли легко изменить бывшим союзникам. Отряд, насчитывающий всего десяток боеспособных трапперов, не отразил бы серьезной атаки, зато оружие, припасы и мул стали бы для индейцев желанной добычей. Засада могла ждать за каждым поворотом, без разведчиков не обойтись, а таких в отряде осталось лишь двое, капитан Генри да Черный Харрис. «Вот тебе и незаметно проскользнуть», – вздохнул про себя капитан. Как не необходим был трапперам быстрый переход, отряд едва тянулся со скоростью похоронной процессии. Глаз то приходил в себя, то вновь забывался. Бодрствование мало отличалось от обморока. Временами он отхлебывал воды, но пищу из-за горловых ран глотать не мог. Дважды носилки переворачивались, и глаз вываливался на землю. Во второй раз лопнули швы на горле, и отряду пришлось пережидать, пока капитан заново сшивал раны на покрасневшие от заражения шеи. За остальными ранами никто не следил, да и сделать с ними ничего не вышло бы. Глаз не говорил ни слова. Из разодраного горла вырывалось лишь хриплое дыхание. К вечеру третьего дня отряд остановился у ручья, впадавшего в грант. В четверти мили от места слияния с рекой Черный Харрис наткнулся на идеальное место для лагеря, у родника, плотно окруженного соснами. Андерсона и Харриса капитан тут же отправил добыть дичи. Родник не образовывал чашу, влага просто сочилась из-под земли, а затем собиралась в углублении чистая ледяная вода, процеженная мхом. Капитан Генри наклонился отпить глоток, не в силах выкинуть из головы мысли о насущном решении, которое давно успело назреть. За три дня, пока глаз отащили на носилках, отряд прошел всего 40 миль, вдвое меньше, чем надо. Генри надеялся, что территория Рикара осталась позади. Зато следы Сиу попадались Харрису все чаще. Капитана волновало не столько нынешнее местоположение, сколько задержка. Если так пойдет и дальше, к берегам Йеллоустаун трапперы выберутся слишком поздно, потратив на путь те две недели, в которые собирались заготавливать мясо на зиму. Капризы осенней погоды непредсказуемы. Опоздай к бабьему лету, и застанешь в южные ветры ранних снегопадов. И тогда всему отряду грозит голод. Кроме физического благополучия отряда, капитана подстегивали и дела коммерческие. Успешная охота и удачная торговля с индейцами, и одного-двух трапперов можно будет послать с пушниной вниз по реке. Капитан представил себе, как ясным февральским утром пирога, нагруженная мехом, прибывает в Сент-Луис, газеты пестрят заголовками об успехе Йеллоустаунского предприятия, шумиха привлекает новых инвесторов, и к весне Эшли организует новый отряд. Генри чуть ли не наяву видел себя начальником целой сети траперских отрядов, промышляющих по всему течению Йеллоустаун. Если набрать надежных людей и запастись товаром для переговоров с индейцами, то можно даже добиться мира с черноногими, и тогда для охоты вновь откроются кишащие бобрами равнины у тройной развилки. К следующей зиме шкуры можно будет отправлять в Сент-Луис уже целыми кораблями. Однако все упиралось в сроки, к цели нужно дойти вовремя и в полной силе. Конкуренты не дремлют, соперники подбираются со всех сторон. На севере британская северо-западная компания расставила форты до самых манданских селений на юге. Британцы хозяйничали и на западном побережье, от которого теперь двигались внутрь материка по реке Колумбия. По слухам, английские трапперы дошли до ее притоков Снейк и Грин. С юга, от Таоса и Санта-Фе, на север продвигались колумбийская пушная компания, французская пушная компания и «Стоун», «Баствик» и компания. На пористее всего наступали конкуренты с востока, из самого Сент-Луиса. В 1819 году армия США начала так называемую «Елоу-Стоунскую экспедицию», не скрывая главной цели – усиление пушной торговли. Несмотря на малочисленность войск, присутствие армии вселило уверенность в предпринимателей, давно мечтавших заняться пушниной. Миссурийская пушная компания «Мануэля Лиза» открыла торговлю на реке Платте. Иоганн Якопастер вдохнул жизнь в останки американской пушной компании, вытесненной англичанами с берегов Колумбии во время войны 1812 года, утвердив главную контору в Сент-Луисе. Из-за ограниченности людских ресурсов и средств конкуренция здесь была немало. Генри взглянул на Гласса, лежащего на носилках в тени сосен. Капитан так и не собрался толком пришить лоскут кожи, оторванный от головы, скальп по-прежнему кой-как держался на черепе за счет засохшей крови, скрепившей лилово-черные клочья кожи по краям, и сейчас, при виде старого товарища, на Генри вновь нахлынула странная смесь жалости и гнева, обиды и раскаяния. Гласса он не винил. Нарваться на гризли – для трапперов не редкость. Еще при отбытии из Сент-Луиса капитан знал, что вернутся не все, и увечья Гласса были всего лишь зримым напоминанием об опасностях, которые подстерегали отряд на каждом шагу. К Глассу, единственному из отряда, капитан относился как к равному, ценя в нем редкое сочетание выдержки, опыта и надежности. Прочие, за исключением разве что Черного Харриса, были кто моложе, кто слабее, кто невежественнее. Случившееся с Глассом могло произойти с любым, включая самого капитана. Генри отвернулся от умирающего. Решение предстояло нелегкое. Жизнь на диких землях учила, и обязывала каждого быть независимым и самодостаточным. К западу от Сент-Луиса вспоможение и льгот не водилось. Однако смельчаков, дерзнувших отправиться в западные земли, связывали узы общей ответственности. За неимением писаных правил здесь царил один безоговорочный закон, по сути библейский, подчиняющий себе личные интересы каждого, и с удалением от обжатых мест важность его только росла. В случае нужды ты был обязан помочь любому «другу», соратнику, первому встречному. Жизнь, включая твою собственную, зависела здесь от готовности выручить того, кто нуждается в помощи. Правда, применительно к Глассу закон все больше казался капитану двусмысленным. Для раненого делали что могли, заботились о ранах, тащили на носилках, терпеливо ждали исхода в надежде хотя бы похоронить по-человечески. И в представлении капитана Генри вся жизнь отряда эти дни была подчинена нуждам одного единственного человека, ибо таково правило. Выполнять которое больше не было возможности. По крайней мере, здесь и сейчас. Капитан и раньше сомневался, стоит ли тащить Гласса дальше. При взгляде на чудовищные раны даже мелькнула мысль, не милосерднее ли пустить ему пулю в лоб и прекратить мучение, однако убить не поднялась бы рука. И все же Генри не впервые казалось, что случись ему хоть как-то переговорить с Глассом, тот понял бы, как рискует из-за него отряд. Можно найти раненому укрытие, оставить огонь, оружие, припасы. Выживет, доберется до Миссурии и присоединится к отряду. Зная Гласса, капитан подозревал, что сумеет отзаговорить, попросил бы именно о таком исходе, подвергать опасности весь отряд он не захотел бы. Оставлять раненого капитан не решался. Гласс толком не приходил в сознание и никаких речей не понял бы, а без его прямого согласия Генри действовать не мог. Гласс – один из его людей, и Генри за него отвечает. Как и за остальных трапперов в отряде. И за деньги, вложенные в предприятие вице-губернатора Мэшли. И за семью в Сент-Луисе, которая больше десяти лет ждала, когда поправятся денежные дела, хотя успех оставался далеким и недостижимым, как скалистые горы. В тот вечер отряд собрался у трех небольших костров, на которых коптилось свежее мясо. Сосны вокруг поляны защищали костры от сторонних глаз, закатная прохлада напоминала о том, что на дворе конец августа, до холодов осталось совсем немного. Капитан, собираясь обратиться к отряду, встал, словно подчеркивая серьезность минуты. Нам нельзя задерживаться, время не ждет. Нужны двое добровольцев, остаться с Глассом. Побыть с ним, пока не умрет, похоронить, затем нагнать отряд. Тем, кто останется, пушная компания скалистых гор заплатит 70 долларов, чтобы покрыть риск. В одном из костров треснула шишка, взметнув ворох искр в ясное ночное небо, звук только подчеркнул повисшую над поляной тишину. Трапперы разом примолкли, обдумывая предложение капитана. Слова о смерти Гласса, пусть и неминуемой, навевали жуть. Француз по имени Жан Берне перекрестился, остальные по большей части просто не сводили глаз с огня. Все молчали. Рано или поздно мысли обратились к деньгам. 70 долларов, больше трети годового заработка. Если отбросить чувства и смотреть трезво, то Глассу долго не протянуть. 70 долларов за то, чтобы несколько дней просидеть на поляне, а потом за неделю ускоренным переходом нагнать товарищей. Конечно, оставаться тоже рискованно. Отряд в 10 человек, боеспособная единица, двое трапперов, нет. Если нагрянут индейцы, никакие доллары не спасут. Я останусь с Глассом, капитан. Все в изумлении повернулись к говорящему, пытаясь сообразить, что побуждает Фитт Джеральда остаться. Не из любви к ближнему, пояснил тот, видя замешательство товарищей, ради денег. И не скрываю. Так что если нужна нянька, выберите кого другого. Капитан Генри оглядел отряд. Кто еще останется? Черный Харрис бросил ветку в костер. Я, капитан. Харрис, о чьей дружбе с Глассом все знали, не мог вынести мысли, что с раненым останется самый вздорный из отряда. Гласс заслуживал лучшего. Капитан покачал головой. Тебе нельзя, Харрис. Как так нельзя? Нельзя. Я знаю, ты его друг. И все же извини. Ты нужен отряду как разведчик. Вновь повисла долгая тишина. Большинство бесцельно смотрели на огонь. Мало по малу всем приходила в голову та же мысль. Дело того не стоит. Деньги того не стоят. В конце концов, даже Гласс того не стоит. Не то чтобы его не уважали, его почитали и даже любили. Некоторые, как Андерсон, помнили прежнюю доброту Гласса и чувствовали себя в долгу. Предложи капитан спасти Гласса от беды, Андерсон с готовностью ринулся бы на выручку. Однако здесь не нужно было защищать и спасать. Только дождаться смерти и похоронить. Дело того не стоило. Генри начал было опасаться, что Гласса так и придется поручить одному Фицджеральду, как вдруг Джим Бриджер неуклюже поднялся на ноги. Я останусь. Фицджеральд издевательски хмыкнул. Опомнись, капитан, у него молоко на губах не обсохло? Если он останется, тогда плати мне вдвое, мне же придется охранять обоих. Бриджер дернулся, будто ему отвесили по щечину, от стыда и гнева кровь бросилась в лицо. Капитан, обещаю, я справлюсь. Генри озадаченно помолчал. Не на такой исход он надеялся, и внутренний голос шептал ему, что оставлять Гласса с Фицджеральдом и Бриджером, все равно что оставлять одного. Бриджер совсем юнец, и хотя за год работы на пушную кампанию он показал себя способным и честным, Фицджеральда он не перевесит. Впрочем, одернул себя капитан. Не в этом ли суть выбора? Он, капитан Генри, за деньги просто перекладывает на других общую ответственность. Свою ответственность. Как ни крути, лучшего выбора нет. Решено, кивнул он, выходим на рассвете. Глава 5. 30 августа 1823 года. На второй день после ухода капитана с отрядом, вечером, Фицджеральд отправил Бриджера за дровами. Оставшись наедине с Глассом, лежащим у одного из костерков, он на раненого даже не взглянул. Над поляной возвышалась скала, как груда глыб, поставленных одна на другую чьей-то исполинской рукой и придавленных к земле. Из расщелины между двумя глыбами торчала одинокая кривая сосна, родня тех, что шли на опорные столбы в жилищах местных индейцев. Семя, из которого она выросла, десятилетия назад попала наверх с пометом воробья, выклевавшего его из сосновой шишки. В расщелини оказалось достаточно земли, увлажняемой дождем, а тепла от нагретой солнцем скалы хватило, чтобы заставить семя прорасти. Без солнечных лучей побег первое время вело в сторону, и лишь потом, выйдя из расщелины наружу, он потянулся к небу. Изогнутый ствол пустил в стороны опушенные иглами ветки, и теперь сосна, пусть и искалеченная, возвышалась над своими стройными сестрами, растущими на плодородной земле. Без капитана и отряда цель Фиджеральда сводилась к одному. «Запасти побольше вяленого мяса, чтоб не терять потом времени, когда придет пора нагонять товарищей после смерти раненого. А пока держаться от лагеря подальше. Хотя поляна и лежала в стороне от реки, соседство с родником Фиджеральду не нравилось. Ручей вел прямо к лагерю, да и остатки прежних кострищ указывали, что место часто используют для стоянок. Как знать, может, оно известно всей округе. А если даже и нет, следы десятка человек ему ловили сюда от самой реки. Любой охотничий или боевой отряд, оказавшийся на берегу Гранд, неминуемо их заметит. Фиджеральд хмуро покосился на глазся. Сразу после ухода трапперов он с прагматичной дотошностью осмотрел раны умирающего. Швы на горле, вторично зашитые после падения с носилок, надежно держались, однако вся шея покраснела от заражения. Раны на ноге и руке понемногу заживали, зато воспалились борозды на спине. «Счастье твое, что ты без сознания», — подумал Фиджеральд, — когда ж ты сдохнешь. Пути, приведшие Джона Фиджеральда на дикий запад, вышли изрядно кривыми. Началом им положило спешное бегство из Нового Орлеана в 1815 году, на следующий день после того, как Джон пьяным угарь и зарезал шлюху. Сын шотландского матроса и дочери луизианского торговца, Фиджеральд вырос в Новом Орлеане. Отец 10 лет провел в плаваниях. Дома он появлялся раз в год, и каждый раз оставлял жену беременной. Через три месяца после известия о том, что он вместе с кораблем пошел ко дну в Карибском море, мать Фиджеральда вышла замуж за престарелого владельца мелочной лавки, чтобы прокормить детей. Ее практичное решение в основном пошло им на пользу. Из восьмерых, доживших до зрелого возраста, двое старших унаследовали лавку после отчима, сыновья нашли честную работу, дочери благополучно вышли замуж. Особняком болтался один Джон. Злобный нрав и склонность к дракам в нем замечали с раннего детства. Он рано приучился разрешать споры кулаками, и в школьные годы его частенько вышвыривали из класса за то, что он норовил вонзить карандаш в ногу кому-нибудь из одноклассников. Идти в матросы, по примеру отца, он не желал из-за тягот морского ремесла, зато с удовольствием окунулся в грубый хаос портовой жизни, где в годы отрочества и шлифовал свои бойцовские навыки. В 17 лет, нарвавшись на удар ножом в трактирной драке, он получил кривой, в виде рыболовного крючка, шрам на лице и с тех пор проникся уважением к клинковому оружию. Ножи стали его страстью, за недолгое время он собрал целую коллекцию, от кинжалов до скальпировальных ножей, всевозможных форм и размеров. В 20 лет он влюбился в шлюху из портового заведения, молодую француженку Доминик Перо. Несмотря на коммерческую природу их отношений, до него явно не доходил весь смысл профессии. Застав однажды Доминик в постели с жирным капитаном случайного судна, он в ярости зарезал обоих, скрылся от погони. Затем стащил 84 доллара из лавки собственных братьев и купил билет на судно, отплывающие по Миссисипи на север. Следующие пять лет он провел в трактирах Мемфиса, работая барменом в заведении, напыщенно, и незаслуженно именуемым «золотой лев». Должность, за которую он получал кров, еду и жалкие гроши, давала ему то, чего он не имел в Новом Орлеане, право бить и наказывать. Провинившихся он вышвыривал из бара с таким наслаждением, какое удивляло даже бывалую публику. Двоих клиентов он чуть не забил до смерти. Способности к счету, принесшие его братьям успех в торговых делах, имелись и у Джона, и он предпочел применить их к игре. Некоторое время ему нравилось проигрывать в карты скудное барменское жалование, затем его поманили более крупные ставки. Новые игры требовали больше средств, а желающие одолжить ему денег находились всегда. Как то, заняв 200 долларов у хозяина соседнего заведения конкурента, Фицджеральд сорвал крупный куш. Четыре дамы против четырех десяток, и тысяча долларов в кармане. После такого выигрыша Джон преисполнился уверенности в собственных игорных талантах и возжаждал большего. Бросив работу «Золотом льве», он попытался жить на карточной выигрыше, однако удача резко пошла на убыль, и месяц спустя его долг ростовщику по имени Джеффри Робинсон уже насчитывал 2000 долларов. Несколько недель Фицджеральд прятался, однако двое громил, выследив должника, в драке сломали ему руку и дали неделю на уплату долга. Фицджеральд в отчаянии уцепился за другого ростовщика, немца Ганса Бангемана, и взял у него денег расплатиться с Робинсоном. Однако при виде денег на него снизошло озарение. Зачем отдавать долг, если можно сбежать из Мемфиса и зажить где-нибудь еще? Дождавшись утра, он купил билет на судно, идущее дальше на север, и в феврале 1822 года прибыл в Сент-Луис. Прожив в новом городе месяц, Джон узнал, что в пятийных заведениях объявились двое, ищущие картежника со шрамом на лице. Ростовщиков в Мемфисе было не так много, и Робинсону с Бангеманом понадобилось не так много времени, чтобы в полной мере оценить вероломство Фицджеральда. Скинувшись по сотне долларов, кредиторы наняли двух бандитов, найти должника и убить, предварительно взяв с него хотя бы часть долга. Вернуть деньги они не очень надеялись, зато были намерены убить беглеца любой ценой. Храня собственную репутацию, они пустили слух о своем плане по всем трактирам Мемфиса. Фицджеральд оказался в ловушке. Севернее Сент-Луиса обжитых мест на Миссисипи не было, а на юге, в Новом Орлеане и Мемфисе, его ждали. В тот же день Джон случайно услышал в Барре оживленный разговор, завсегдатые судачили об объявлении в Миссуре републикан. Схватив газету, он прочел. Предприимчивым молодым людям. Податель сего набирает сотню молодых людей, желающих подняться к истокам Миссури, с гарантией дальнейшей работы на один, два или три года. О подробностях справляться у капитана Генри, проживающего у свинцовых приисков в округе Вашингтон. Капитан Генри отправится с отрядом в качестве начальника партии. И Фицджеральд уцепился за возможность. На последние гроши, оставшиеся от денег Ганса Бангемана, он купил поношенную кожаную куртку, макосины и ружье. На следующее утро он явился к капитану Генри и заявил о готовности вступить в отряд. Кандидат показался капитану подозрительным с самого начала, но выбор был невелик. В отряд требовалось сотни людей, Фицджеральд подходил физически. Если он успел побывать в ножевых драках, тем лучше. И через месяц Джон уже плыл по Миссури на север. Хоть он и намеревался сбежать из отряда при первом же случае, к жизни на Диком Западе он успел привыкнуть. И пусть следопыт из него не вышел, талант виртуозно обращаться с оружием не исерпывался ножами. Стрелком он оказался отличным, и в одной только стычке на Миссури убил двоих Арикара благодаря истинно снайперскому терпению. Битвы с индейскими племенами, вгонявшие в страх большинство трапперов из отряда Генри, Фицджеральда будоражили, а порой и пьянили. Фицджеральд повернулся к глазу, в глаза бросилась кентукская винтовка. Поглядев, не возвращается ли Бриджер, он взял ее в руки, приклад удобно лег к плечу, широкий прицел давал хорошую наводку, легкая конструкция позволяла надежно удерживать цель. Фицджеральд вскинул винтовку, переводя ее с места на место, пока дуло не остановилось на глазсе. Джон уже привык к мысли, что винтовка перейдет к нему после смерти раненого. С капитаном он, правда, еще ничего не обсуждал, но кто больше достоин унаследовать оружие умирающего, чем тот, кто остался воздать ему последние почести. 70 долларов, ничто по сравнению с риском отстать от отряда, и на этот риск Фицджеральд шел не ради денег, а ради винтовки, предмета зависти всех трапперов. Бриджера он конкурентом не считал. Тот рад только что полученному ружью Уильяма Андерсона, а после Гласса обойдется и мелкой подачкой, ножом, например. Мысль, заставившая Фицджеральда остаться с Глассом, с каждым часом становилась все соблазнительнее. Что Глассу лишний день? Не все ли равно? Зато самому Фицджеральду этот день никак не лишний. Джон положил винтовку. У головы Гласса валялась окровавленная рубаха. Прижать ее к лицу раненого на несколько секунд, и на утро можно в путь. Фицджеральд взглянул на винтовку, отливающую темно-коричневым на фоне подстилки из рыжих сосновых игл, и потянулся за рубахой. Он что, очнулся? Сзади стоял Бриджер с охапкой дров. Фицджеральд, вздрогнув, не сразу нашелся с ответом. Парень, ты спятил? Еще раз так подкрадешься, прирежу. Бриджер бросил дрова на землю и подошел к Глассу. Я думал, может, бульоном его напоить. Ну хоть попытаться. Да ты у нас добряк, Бриджер. Влите ему в глотку бульону, и он не сдохнет завтра, а проваляется еще неделю. Сильно тебе это поможет? Думаешь, от глотка супа он встанет как новенький? Ты так говоришь, будто хочешь его смерти, выдавил Бриджер. Конечно. Именно этого и хочу. И он тоже. Фицджеральд выдержал эффектную паузу. Ты, Бриджер, в школу ходил. Ответ он знал. Бриджер помотал головой. Тогда вот тебе урок арифметики. Отряд, которому не надо тащить Гласса, проходит 30 миль в день. Допустим. Мы пойдем быстрее, 40 миль в день. 40 минус 30, сколько будет? Парень только молчал. 10. Бриджер, для пущей наглядности, Фицджеральд издевательски растопырил две пятерни. Вот столько, детка. Мы их нагоняем только на 10 миль в день. А они прошли уже сотню. Значит, нам с тобой 10 дней идти одним. Это если он помрет сегодня и если нам не придется плутать, пока найдем отряд. 10 дней чуть ли не на виду у охотников Сио. Неужели не понимаешь? Лишний день торчим здесь, три лишних дня идем в одиночку. Да когда Сио тебя прикончат, ты будешь еще страшнее Гласса. Ты когда-нибудь видел человека, с которого сняли скальп? Бриджер не ответил, хотя людей со снятым скальпом ему видеть приходилось. После стычки с черноногими у водопадов Миссури капитан Генри привез в лагерь обоих убитых. Они были привязаны лицом вниз к мулу, и когда капитан разрезал веревки, успевшие закоченить тела рухнули на землю. Трапперы, не в силах отвести глаз, смотрели на изуродованные трупы тех, кто утром сидел с ними у общего костра. С жертв не только сняли скальп, отрезали нос и уши, вырвали глаза, очекли гениталии. На голых телах отчетливо виднелась граница загара на руках и шее, где грубое и коричневое, как седло, кожа резко переходила в белоснежную, не будь повод таким ужасным, кто-нибудь уж точно отпустил бы шутку, настолько забавно было видеть резкую разницу. С тех пор Бриджер, каждый раз когда мылся, вспоминал тех двоих и не мог отделаться от мысли, как по-детски ненадежная и слабо-человеческая кожа под одеждой. Сейчас, после откровений Фицджеральда, парень отчаянно жаждал возразить, дать отпор, однако не мог ничего сказать. Не потому, что не хватало слов, а потому, что не находил доводов. Обличать Фицджеральда в корысти было бессмысленно, тот ведь сам говорил, что берется за дело ради платы. А ради чего остался сам Бриджер? Явно не ради денег. Суммы и без того путались в голове, обычного жалования уже набралось больше, чем он видел денег за всю жизнь. Бриджер тешил себя надеждой, что остался с Глассом из преданности товарищу. Гласса он бесспорно почитал. Тот по-отечески за ним приглядывал, учил трапперским премудростям, ограждал от насмешек. Бриджер знал, что перед Глассом он в долгу, но где границы этого долга? Удивление и восхищение в глазах товарищей в тот миг, когда Бриджер вызвался остаться с Глассом, были так не похожи на презрительно злобные взгляды в ту позорную ночь в карауле. Капитан, уходя с отрядом и оставляя Гласса, похлопал Бриджера по плечу, отчего тот в кои веки почувствовал себя своим среди трапперов. Может, остаться с раненым, для него способ явить собственную полезность, утешить оскорбленное самолюбие. Неужели он, как и Фицджеральд, ищет выгоды в несостях ближнего? С одной лишь разницей, Фицджеральд хотя бы честно заявил, что остается ради корысти. Глава 6. 31 августа 1823 года. На утро третьего дня Бриджер сидел на поляне и который час подряд чинил макосины. За время странствия обувь продырявилась, отчего ноги успели покрыться ссадинами и синяками, так что время безделия он решил использовать с толком. Кожей он запасе еще до ухода отряда, вырезав кусок из сырой бизоньи шкуры, и теперь сосредоточенно пришивал к макосинам новые подметки. Стежки выходили не очень равномерными, зато прочными. Полюбовавшись сделанной работой, он взглянул на Гласса. Над ранами кружили мухи, губы умирающего высохли и потрескались. В очередной раз спросив себя, вправду ли он лучше Фицджеральда, Бриджер зачерпнул воды из родника и поднес жестяную кружку к губам Гласса. Тот, хоть и в забытии, почуял влагу и начал пить. Когда он оторвался от кружки, Бриджер с сожалением вздохнул. Быть полезным, это, оказывается, приятно. Впрочем, Фицджеральд прав. Глассу прямая дорога в могилу, и помочь ему можно только одним, облегчить последние часы жизни. Мать Бриджера знала целебные свойства трав и деревьев, и Бриджер за всю жизнь не раз пожалел, что в детстве не спешил разглядывать цветы, листья и кору в корзине, с которой она приходила из леса. Он помнил только простейшее, и сейчас на краю поляны нашел, что хотел. Соснул с липкой, как патока, смолой на стволе. За ржавленным ножом он наскреб сколько нужно, подошел к Глассу и опустился на колени. Вокруг ран на ноге и руке, куда вонзились зубы медведицы, темнели синяки, однако сама кожа начала заживать туда-то Бриджер и принялся втирать пальцем смолу, заполняя раны и смазывая кожу вокруг них. Закончив, он перевернул Гласса на бок и оглядел спину. При падении с носилок швы разошлись, кое-где виднелась свежая кровь, однако спина была пунцовой не от крови, а от воспаления. По длине пяти борозд, оставленных медвежьими когтями, выступил желтый гной, край ран пылали алым, пахло скисшим молоком. Толком не зная, что делать, Бриджер намазал всю спину смолой, за ней дважды пришлось возвращаться к соснам. Последними он оглядел раны на шее. Швы на них остались в целости. Впрочем, Бриджер заподозрил, что кожу капитан сшил только для того, чтобы прикрыть развороченную внутренность горла. Глаз лежал в забыти, изо рта вырывался клокочущий хрип, как тарахтение сломанного механизма. Парень еще раз наведался к соснам, нашел ствол с отслоившейся корой и снял ножом верхний слой, а затем собрал в шляпу мягкое внутреннее подкорье. Зачерпнув воды из родника, он поставил жестяную кружку на угли костра, а когда закипело, всыпал туда сосновой коры. Помешивая варива черенком ножа, он дождался, пока смесь стала густой и мягкой, как ил, а потом принялся накладывать припарку на горло раненого, втирая смесь в порезы и размазывая дальше к плечу. В сумке еще оставался лоскут от рубахи, порванный на бинты, Бриджер накрыл им припарку и, приподняв голову Гласса, завязал тугой узел на затылке. Бережно опустив голову Гласса на землю, он вдруг заметил, что тот открыл глаза. Взгляд, ясный и сосредоточенный, так не вязался с немощным телом, что парень даже вздрогнул и не мигая уставился на Гласса, который взглядом явно пытался что-то сказать. Только вот что. Через минуту Гласс прикрыл веки. В краткий миг, на который к нему вернулось сознание, тело успело откликнуться странными, почти незнакомыми ощущениями. Он почувствовал изжение от сосновой смолы, прикрывшей гнойные раны, и тепло от припарки, смягчившей боль в горле. Стараниями Бриджер организм ожил, в глубинах тела медленно, пока неявно, начали собираться силы для нового, решающего испытания. Фицджеральд вернулся, когда послеполуденные тени удлиненно стелились по земле, предвещая скорый вечер. На плече он нес на скоро разделанную оленью тушу с рассеченным горлом и вытащенными внутренностями, и когда он бросил ее у одного из костров, туша рухнула тяжело и неуклюже, грациозный олень теперь был всего лишь грудой мяса. При виде повязок, прикрывших раны Гласса, Джон нахмурился. Только теряешь время, бросил он, мне бы плевать, да время теряется и мое тоже. Кровь бросилась в лицо Бриджеру, однако он промолчал. Тебе сколько лет, парень? Двадцать. Врешь. У тебя даже голос не устоялся, срываешься в писк. Небось и сиську вживую не видел, кроме как у матери. Парень отвел глаза, внутренне проклиная способность Фицджеральда учуять слабое место. Тот, упиваясь его смущением, расхохотался. Что? Ни разу не был с бабой? Я ведь прав, скажи. А в чем же дело, Бриджо? Не наскреб пары долларов на шлюху в Сент-Луисе? Фицджеральд уселся на землю, наслаждаясь отдыхом после дневной вылазки. Или ты не по девочкам? Может, ты из этих? И мне тогда спать на спине, чтоб ты не навалился ночью? Бриджер по-прежнему молчал. А может, у тебя и члена-то нет? Бриджер, не помня себя, вскочил, схватил винтовку, взвел курок и уставил дуло в лоб Джону. Сукин ты сын, Фицджеральд. Еще одно слово, отстрелю башку. Фицджеральд замер, не сводя глаз с черного дула, однако через минуту, опомнившись, поднял глаза на парня. От ухмылки шраму губ проступил резче. А ты ничего, Бриджер? Может, даже и отлить можешь не только сидя? Хохотнув в ответ на собственную шутку, он вытащил нож и принялся свежевать оленя. В наступившей тишине Бриджер вдруг услышал собственное хриплое дыхание, сердце колотилось где-то в горле. Опустив винтовку, он оперся на приклад и сел на землю. Навалилась усталость, он потянул на плечи одеяло. Через несколько минут до него донесся голос Фицджеральда. Эй, парень! Бриджер не ответил. Джон как ни в чем не бывало потер нос окровавленной рукой. Ружьишко-то твое без кремня не выстрелит. Парень взглянул на винтовку, кремня и вправду не было. Он вновь побагровел, только на этот раз обозлился не столько на Фицджеральда, сколько на себя. Джон, тихонько посмеиваясь, вновь заработал длинным ножом, разделывая тушу. На деле Бриджеру в тот год исполнилось 19, однако из-за хрупкого сложения он выглядел моложе. Он родился в 1804, в год начала экспедиции Льюиса и Кларка. Их нашумевшее возвращение в 1812 подвигло его отца двинуться из Вирджинии на запад. Семья Бриджеров осела на небольшой ферме поблизости от Сент-Луиса. Для восьмилетнего Джима переезд на запад стал одним сплошным приключением. Ухабистые дороги, добытая охота и мясо на ужин, сон под открытым небом. На новой ферме мальчишку ждали луга, леса и ручьи, 40 акров неизведанной территории. Он до сих пор живо помнил, с каким восторгом вел отца к самостоятельно обнаруженному роднику, как гордился построенным над родником-навесом. Помимо прочего, старший Бриджер увлекался землемерным делом и часто брал Джима в походы, чем еще больше пробудил в сыне интерес к исследованию новых земель. Детство Джима внезапно кончилось в 13 лет, когда мать с отцом и старшие братья в считанные недели умерли от лихорадки. Бриджер остался с младшей сестренкой на руках, и, хотя сестру взяла под крыло престарелая тетка, добывать деньги для семьи пришлось Джиму. Он нанялся к паромщику. Миссисипи в те времена кишело судами. В растущие на глазах Сент-Луис шли промышленные товары с юга, сверху по течению прибывало сырье с Дикого Запада. Бриджер слушал рассказы о гигантском Новом Орлеане и чужеземных портах за ним. Встречал заросших бородами грибцов, которые вели лодки вверх по течению, полагаясь только на силу собственных мышц и волю к победе. Говорил с погонщиками, возившими товар из Лексингтона и Терри Хота. Видел будущее речной навигации, изрыгающие дым пароходы, пыхтящие против течения. Однако воображение Бриджера занимало не Миссисипи, а Миссури. Всего в шести милях от парома, на котором он работал, две великих реки сходились вместе, в сонное обыденное течение Миссисипи вторгался необузданный поток из дальних земель, соединяя старое и новое, знакомое и неизведанное, обжитое и дышащее вольными просторами. Бриджер каждый раз с нетерпением ждал редкого мига, когда пушные торговцы и путешественники привяжут к паромной пристани легкие плоскодонные лодки, а то и разобьют ночной лагерь, и польются рассказы о свирепых индейцах, обильной дичи, вековечных равнинах и возносящихся к небу снежных скалах. Тоска по западным землям росла в груди Бриджера незаметно для него самого, из-под воль маня в дальние края, знакомые лишь по рассказам. И когда случайный проповедник, взгромоздившийся на паром со своим мулом, спросил парня, в чем тот видит собственное предназначение, определенное ему господом, Бриджер в тот же миг выпалил отправиться к скалистым горам. Проповедник, возликовав, принялся склонять его к высокой миссии нести веру диким народам, и, хотя обращать индейцев в христианство Бриджер не собирался, разговор все же засел в памяти. Запад влек Джима не просто навязной, парню казалось, будто среди дальних равнин и диких гор затерялась часть его души, которая теперь, очнувшись, требует воссоединения. Будущее представало лишь в мечтах, на деле же Бриджер день за днем не выпускал из рук шест, правя хлипким паромом. Туда-сюда, взад-вперед, бессмысленное движение без цели и конца, отклоняющийся от заданного пути не больше, чем на милю. Как ни походило оно на ту жизнь, о которой он грезил, жизнь в странствиях по неизведанным землям. Через год работы на пароме отчаявшийся Бриджер, в опрометчивой попытке приблизиться к заветной мечте, подался в Сент-Луис и нанялся в подмастерье к кузнецу. Хозяин попался незлобный и даже положил ему скромное жалование, которое Джим отправлял тетке и сестре, однако главное условие оставалось ясным и четким. Пять лет безотлучной работы. Пусть новое занятие и не приблизило Бриджера к западным землям, зато разговоров о пионерах здесь хватало, так что все пять лет Джиму было где постигать законы диких равнин. Стоило трапиру или переселенцу зайти подковать коня, как Бриджер, отбросив привычную сдержанность, начинал сыпать вопросами, где бывали, что видели.